Я сейчас хожу на мелодрамы один, чтобы встретить ту, кто ходит на мелодрамы одна. Пока встречаю только пацанов. Пока так. Мне подарили Дэнди без джойстиков. Вы когда-нибудь видели, как Мари умирает от старости? Очень неприятно. Я не добиваюсь успехов в комедии. Буквально сейчас стою и не добиваюсь. Но я понял, потому что стендап — это мое хобби. Моя основная работа — это смотреть видео реакции американцев на Мия Геншпиля. Это все, что я делаю каждый божий день. Видели эти реакции, где двое темнокожих ребят круто реагируют на любое говно, которое слушают? Вы никогда не думали, что было бы круто, если бы они были у вас в жизни? Что бы ни случилось. Прикиньте, вы пришли домой, вас сильно отругал отец. И вам грустно. И тут эти двое такие «Оу, отругал отец». И уже получше стало. Гей-браки запрещены. Ого, сколько недовольства. Вы знали? Гей-браки запрещены. Это отвратительно. Но я понимаю, почему так происходит. Я понимаю, почему Путин... Считаю, только так его можно называть. Я понимаю, почему Путин запрещает гей-браки. Потому что он понимает, что обычную любовь мужчины и женщины он может победить. Но настоящую любовь двух мужчин... Никогда. Выйдя ли в автобусах, пишут, в случае аварии, берите молоток, разбейте стекло. Я был в автобусе, мы проезжали мимо аварии, я взял молоток, разбил стекло. Что ж, это был мой личный разогрев для меня самого. Большое спасибо. Я обожаю начинать с этих шуток. Потому что эти шутки для меня. Когда они нравятся еще и вам, это приятный бонус. Но в основном я обожаю с этого начинать. Потому что в зале все равно остается всегда несколько лиц, которые во время них такие... Так будет все выступление. Сразу вопрос. Кто это сделал? У меня тут съемка. Серьезное мероприятие. Почему не существует ни одного вменяемого, нормального способа сказать женщине, что тебе нужно личное пространство? Почему? Парни, поаплодируйте те, кто хотя бы раз, в той или иной форме, но говорил это своей девушке, женщине. Одни смелые ребята. Никого, да? Ну и не нужен был нам этот интерактив с моими шутками. Ушло времечко. Конечно. Потому что невозможно не обидеть ее. Невозможно не сказать это, чтобы она не подумала о чем-то своем. Потому что даже когда вы применяете вот эти свои эпитеты, которые в парочках у вас вот эти... Вы знаете, про что я говорю? Вот эти ваши... Ты мое. То. Ты мое. Я ему все. Мне нужно немного личного пространства. И когда ты вот это говоришь, эти слова летят до нее. И вот где-то здесь трансформируются вот так. И долетают как... Ты меня заебала. Нет. Нет. Я тебя заебала. Нет. Ты не слышишь, что я говорю. Я говорю, мне нужно немного времени для себя, понимаешь. Побыть немного заебал. Нет. Я и с первого раза услышал. Вы понимаете, про что я говорю? Вот этот момент нарушения личного пространства кем-то в паре, не обязательно женщиной. Просто женщины очень хороши в этом. И происходит нарушение личного пространства. Вот эти моменты, когда... Знаете, когда женщина выходит из комнаты к тебе? Знаете, как будто бы из колодца выходит такая. Уже здесь боль, здесь... Ты должен приготовиться уже. А охотика... Ты посмотрел этот фильм без меня? Да. Я хотел посмотреть без тебя. Более того, я смотрел и буду смотреть порно без тебя столько, сколько захочу. Ты вообще не решаешь. Я вообще хожу с женщинами в кино только на те фильмы, которые полностью готов проебать. Да, именно так будет все мое выступление, если что. Смех сквозь зубы. Вы думали, будет? Нет. Сегодня так. Конечно. Ответь. Ставь на громкую. Кто это? Скажи честно, кто это. Не скажешь? Боишься? Боишься. Не боишься? Дурак. Но вы на секундочку понимаете, о чем я говорю? Невозможно, нельзя. Надо чувствовать этот момент, рамок личного пространства. Кто вообще из... Вот вы так смутились насчет кино. Кто из женщин сейчас здесь думает, что когда парень зовет вас в кино, он зовет вас для чего-то, кроме ну? Проявить симпатию. Подержать ваши потные ладошки. Вот этот момент, когда парень такой, ну, я сейчас, ну, вижу ладонь, вижу ладонь, хочу ладонь. И он такой, м-м-м-ня. Ты веришь в то, что парень зовет тебя в кино, чтобы посмотреть кино? Нет, нет. Я не какая-то дура. Чувак, здесь что написано, дурочка? Никто не верит, да? Все мы умные женщины. Никто из вас не верит в то, что парень мог бы позвать вас просто посмотреть фильм. Второй мой интерактив пошел нахер. Но быть посему. Вы вот как думаете, когда я что-то спрашиваю? Вы думаете, этому парню интересно узнать эту хуйню про меня? Там точно нет заготовленных шуток на мои ответы. Нет. Это же стендап. Там такого не бывает. Да. Все идет так, как я планировал, ребята. У вас есть какая-то проблема просто, женщины. Когда вы слышите, я тебя люблю, когда мы вам так говорим зачем-то, когда вы это слышите, у вас происходит какой-то щелчок в голове, будто бы сам Иисус спускается с небес и говорит вам, теперь ты самое интересное, что есть в его жизни. Будь с ним. Будь всегда, когда ест, когда спит, когда срет. Отпусти на работу, бабки нужны. Но чтоб вернулся обратно. Все, давай, ешь, молись, люби. Все. Пуки-чики. Это придумали я и Джулия Робертс. Это все Иисус сейчас говорил, если что. Немного уважения к Иисусу. Артист взмок. Слушайте, я чувствую это настроение. Я бы с удовольствием на него повелся. Но сегодня у меня такой монолог. Я не могу. Или в конце, потерпите. Думаете, я забыл текст? У меня прописанное молчание здесь. Так и написано. Томно стоишь, молчишь минуту. Вы очень интересные женщины. Но они настолько. Как вы думаете, вот по уровню интересности, где вы? Вы здесь? Или тут? Там? Бля, ну если вы тут. Вы видели VR-очки? Это же охуеть. VR-очки там, где-то, наверху. Ну, VR-очки. Охренеть. Это же интереснее, чем мы, вы. Сейчас уже есть VR-порно. Я могу буквально взять твое лицо и поместить его в порно. И быть с тобой в порно. Не в каком-то жестком типа. Ну, X-Art. Спалилось, дорогуша. А еще через год я смогу поместить туда свое лицо и трахнуть себя же. А вокруг много меня. Разве это не интереснее, чем в очередной вечер сидеть с тобой дома, смотреть друг другу в глаза? И вот это, о чем ты думаешь? О том, как трахну себя. Как тебе такое? Интересно? Это вообще отвратительный пунктик. Интересность. Когда так говорят про человека, который тебе нравится, типа он красивый, смешной, интересный. Полная херня. Отношения будут крутыми, как только оба человека искренне примут за основу, что есть миллиард вещей интереснее, чем вы. Тут в моей голове зал встает. Чармен, сейчас вы были, конечно, невероятные. Но я серьезно, мне плевать. Мне вот сейчас плевать на то, будет ли моя девушка интересной. Пускай будет самой наитупиздейшей дурой, которая есть. Пускай на полном серьезе, цитирует Спанчбоба, все что угодно. Главное, чтобы она знала, что есть миллиард вещей интереснее, чем она. И все. Типа все остается. Типа, я тебя люблю. Но, бля, нырять за квалангом вообще разъеб. Но так делают не все женщины. Не все женщины так делают. Есть женщины опытные, которые давно в отношениях, парни. И это такой капкан. Вот ты ей говоришь, слушай, дорогуша, мне, я хочу чуть-чуть один побыть. И она тебе говорит, ладно, иди. И это начало пиздеца. Потому что ты как дурак счастливый уходишь. Занимаешься своими делами. А там надо заниматься великими делами. Потому что женщина тебя отпускает, типа, ну иди, бля. Давай посмотрим, что ты будешь делать без меня. Ты променял нашу субботу. Ты и там должен что-то великое сделать. Типа, примирить два государства, не меньше. Запустить ракеты с Илоном Маском, но чтобы все на Осетинском было. Как минимум. Но даже когда ты вернешься, вы же понимаете, что там уже будет не твоя жена, не твоя девушка. Там уже будет вот этот ментор. Знаете, как это происходит? Когда все хорошо, но ей надо до тебя доебаться. Ты же ушел. И в этот момент женщина уходит в путешествие у себя в голове. Там на что-то обижается. И возвращается вот с этим ебанутым лицом. Ты где, биль? Где ты, биль? Ты же, я же сказал, я, ну, побыл там, делами занимался. Где ты, биль? И ты такой, я придумал новый цвет. В честь тебя. Екатериновый. Ну, охуеть. И то, и то, скорее всего, даже после этого она скажет, Ну, ладно. Ну, вот сколько новый цвет придумывать? Два часа где-то. А остальное время ты где был? Вам надо взять за основу одну вещь, женщина, на будущее. Что чаще всего, когда ваш мужчина просит о своем каком-то личном времени, он это делает не для великих вещей. И даже не, как вам нравится всегда, типа, у него там шлюхи. Вот как только вы так думаете, возьмите свой телефон, откройте его фотографию, хорошенько присмотритесь. Какие нахуй шлюхи? Позвони маме. Чаще всего, парни, не знаю, знакомо ли вам это, думаю, да. Чаще всего, когда мы просим личное время, оно нам нужно на наши тупые мысли. Мужские тупые мысли, которые вот так циркулируют у меня в голове каждый день. Понимаете, о чем я? Просто мне нужно время, чтобы у меня было хотя бы немножечко времени просто идти, потом внезапно, не знаю, как я стою, вот так встать. И подумать свою мужскую тупую мысль. Типа, ну не знаю, типа, бля, а что бы я заказал, если бы я сейчас в Маке был? И все. Или вот, или вот мысль, которая меня высадила на час из этой жизни. Просто делюсь, просто мысль. Я реально, я такой, а, бизись, а мой бы Пахан Дракулу отпиздил или нет? Не, ну если с крыльями, он тогда тяжело, конечно. Час меня нет в этой жизни с этими фантазиями. А хотите топ-1 самой тупой мысли? Ремарка. Три минуты я думал, это гениально, чурман. Так, как вы, никто не рассуждает в этой планете. Я где-то поел, такой, сижу. И я такой, если бы я с этими мозгами в средневековье попал, пиздец бы я там что устроил. Они же ничего не знают. Три минуты. Я продолжил об этом думать. Я такой представил, как это происходит. Они такие, вау, чувак, ты научишь нас кораблестроению, политическим штукам. И я такой, а-а-а. Не, если у вас есть пауэрбэнк, легко. У меня была еще одна тупая мысль, но она слишком вообще, слишком жесткая. Я иногда думал, блин, а в чьей я команде все-таки? Эдварда или Джейкоба? Это так, для меня шуточка, извините. Я пытался своей девушке, я пытался объяснить это на примере книг. Она якобы любила читать книги. Все нормально, она уже умерла, я могу так говорить. Ладно, никто не умер, только она. А это можно вечно делать. Чисто Нурлан-стайл. Нурик чисто. Нравится вам Нурлан? Ну и живи с этим сама, блин. Одна. Я пытался объяснить на примере книг моей девушки, потому что она якобы любила читать книги. Вот я ей говорю, смотри, как ты думаешь, вот все твои любимые авторы, разве они бы написали эти невероятные произведения, если бы они постоянно находились рядом со своими женщинами, они путешествовали, не были открыты к новому, не впитывали других людей. Вот смотри, ты любишь Эрнеста Хемингуэя? Она говорит, да, люблю. Так ебани, почитай, что ты ко мне опять пришла в комнату, вон там, 16 томов книг, для кого? Для меня? У меня заканчиваются примеры, как бы вам еще объяснить. Но вы же понимаете, что это куда-то идет? Вы же мне доверяете? Дураки. Не знаю, как бы личное пространство — это все равно, что у меня есть мой домик на дереве, да? У нее есть свой. Но он уебищный. Там разодранные стены, у всех месячные. Ужас. У меня круто. У меня там футбол, что-то аниме, круто. У меня там комиксы, другие женщины. Классно, у меня круто. И она постоянно хочет в мой домик. Ну это же мой домик. Ну у нее начинается вот это, ну твой домик, это мой домик. Нет, блядь. Твой, твой. Ну это же наш домик. Нет, наш будет, когда твои родители умрут. Это наш домик. Это хорошо. Семья Ефремовых новые. И она вероломно иногда пробирается в твой домик. Знаете, парни, когда она лезет туда. Надо, не надо, все равно лезет. И то ли я захотел, то ли карма. Она срывается с веточки, падает вниз и хватается вот так за одну ветку. И молящая просит меня, мол, спаси. И в этот момент я не могу не вспомнить свой любимый мультик про шрама. А это мультик именно про него. Я беру вот так ее руку, такой, это мой домик. Шуршал отсюда давай, блядь. Слушайте, я бы впускал почаще в свой домик. Честно. Но вы же женщины туда одни никогда не приходите. Вот я ее впускаю в мой домик. Мы помним, как у меня круто. Да? Я захожу, а она заходит и оставляет дверь на распашку для своих друзей. Для вот этих грусть, уныние. Давай что-нибудь закажем, это вообще пиздец. И добивает, может, мы начнем заниматься спортом вместе. Так, ушуршало с моего домика. Здесь клево. Здесь не работают. Я не говорю, что, слушайте, опять-таки может показаться, что какие-то жена ненависти, русский, прогрузись, блядь. Русский. Это когда женщин не любишь. Вы поняли, да, что я говорю? Это не так. Это все обоюдно. И в нашу, и в вашу. Я не говорю, что мы никогда не бываем счастливы с вами. Парни, поаплодируйте, кто хоть разок бывал счастлив со своей женщиной, испытывал секунду счастья со своей женщиной. поаплодируй. Аплодируй. Да, я тоже. Я тоже испытывал. Но так получилось, что все эти моменты каждый раз совпадали с теми, когда я напрочь забывал, что она рядом. сейчас будет интерактивная шутка. Вы должны, чтобы ее понять, вы должны вместе со мной представлять то, что я вам говорю. Поняли? Давайте хлопните один раз, если поняли. Блин. До этого я в вас сомневался. Но смотрите, так или нет, если... Один из лучших приятных моментов в отношениях, когда вы с ней лежите, ну или с ним представляете своего человека. Моего не надо представлять. Он для меня. Вы с ней лежите. Он может быть. Я что, не могу понравиться гею? Ты так считаешь? Кто это сказал? Вот так вот. Ты сказала? Я не мог бы быть геем? Я вообще-то был бы пиздатым геем. Я был бы пиздатым геем. Так вот. Представляете каждый своего человека, любимого. Вы с ним на кровати. Вы голые. Уже, да? Нормально. Ну не знаю, кто там у вас, у меня. И у вас еда. В целом можно заканчивать на этом представление. Но уж нет. Ваш человек, вы голые, на кровати. И у вас еда. Каждый, представляете свою любимую. У меня пепперони. Не трогать пепперони. И у вас фильм. Ваш любимый, который вы вообще миллион раз можете его пересмотреть. Вы его любите. Каждый, представляете свой. У меня дом у озера. Кеану Ривз, Сандра... Ничего не хочу слышать. Кеану Ривз, Сандра Балак. Это невероятная история любви. Я просто как... Такой прям... Сандра, я переживаю за тебя. Пепперони здесь. Я голый. Ментов нет. Я в хате. Бля... Вау! Так круто! Представили? Когда вы полностью... Я полностью там. Я с Сандрой. Я испытываю невероятный момент счастья, когда у них все получается. всякой... Пепперони вот так... Я еще голый. Я такой... И в этот момент вот этот питон справа появляется, блядь. Я тебя люблю! Блядь, ты здесь была вообще? Как можно испортить человеку настроение лучшими словами на свете? И это я к тому, что... После этого, когда ты понимаешь, что человек проявляет к тебе больше внимания, чем ты можешь принять, иногда закрадывается мысль, мол, видимо, видимо, я его люблю не настолько. Видимо, я хочу быть с ним не настолько, сколько же он. Понимаете, о чем я? Делайте вот так. Не надо аплодировать, делайте просто. Да. И я повелся на это. Я решил, что так оно и есть. Я разрушил отношения, думая, что ну все. Я одиночка. Ну, понимаете? Вы запускали когда-нибудь в свои головы мысль, когда вы только-только расстались с очередным человеком. У вас бывало хоть разок, типа, блин, а может я больше никого не встречу? Да. Эти депрессивные хлопки. Я с вами. Я с вами. Я ее запустил так глубоко, что ушел в депрессию. Я реально верил уже в это, что я никого не встречу, пока не спас себя одной мыслью. Я в какой-то момент такой, ну ладно, чер, если до 35 ты так же никого не встретишь, ты же всегда можешь взять бездомного себе. Это же беспроигрышный вариант. Каким надо быть отвратительным человеком, чтобы бездомный не захотел с тобой жить? Вы можете себе это вообще представить? Я долго об этом думал, у меня только одна фантазия, как бездомный не захочет с тобой жить. Как мне кажется, я спускаюсь со второго этажа в своем халате в белом. У меня два этажа. Я спускаюсь, там сидит бездомный. Он так сидит. И настроение у него что-то такое понурое такое. Знаете, сам не свой. Будто бы чем-то обездолен. Понимаете? Какой-то он весь не в себе. Я это вижу. И я такой, что-то не так, бездомный? Я не собираюсь запоминать все его имена. И он такой, что? А, нет, все в порядке. Все хорошо, мистер Уэйн. Все нормально. Я... Все мое выступление было ради этой шутки, если что. Просто, ну, вы же понимаете, что куча людей ведутся на эту романтизацию, мол, я хочу быть одинок, я одинокий тип, это так романтично, это так интересно, я загадочный. Но это все херня. Никто по-настоящему одиноким не хочет быть. Потому что это очень страшно. Невероятно. На самом деле, тебе просто нужно чуточку времени для себя, чтобы побыть самим собой. Вот как это объясняется на простом примере. Простая шутка. Я хочу быть в комнате один и смотреть телевизор, но так, чтобы я был точно уверен, что кого-то за стенкой это пиздец как бесит. все остальное херня. Одиночество круто. Круто, когда оно 3-4 раза в неделю, перед сном, и ты через минут 10 уснул вот так. А эти вот есть сладкие мысли. У вас они бывают? У меня постоянно. Когда ты такой, такой лежишь, такой уже, господи, господи, как я одинок. Никем не понят, никем не принят. я, блядь, фауст. Большое спасибо, народ, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Бузник. Бузник. Бузник.